13 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению Таджикистан. Поправки в закон об органах национальной безопасности УДКБ утвердило единый список террористических организаций. Суд города Куляба признал виновным 29-летнего местного жителя Сайфиддина Салимова в преступлениях террористического и экстремистского характера и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сайфиддин Салимов был задержан правоохранительными структурами в марте этого года. Ему были предъявлены обвинения в участии в экстремистском сообществе, наемничестве, разжигании национальной, расовой и религиозной розни. По утверждению следствия, Салимов якобы в течение трех месяцев проходил подготовку в тренировочных лагерях ИГИЛ в Турции и намеревался после возвращения на родину устроить теракт в здании ОМВД Куляба. Однако родные Салимова говорят, что он в последние годы находился в трудовой миграции в России и обеспечивал свою семью. Однако после возвращения в Таджикистан был задержан. Отметим, что это далеко не первый случай, когда в погоне за улучшением показателей в борьбе с так называемым экстремизмом силовые структуры Таджикистана фальсифицируют уголовные дела посредством выбивания из задержанных признательных показаний. Чаще всего фигурантами таких уголовных дел являются молодые граждане страны, долгое время по различным причинам находившиеся в эмиграции. Таджикские власти хотят расширить полномочия сотрудников Госкомитета национальной безопасности, позволив им входить в дома граждан без их разрешения и без разрешения суда. Подобная поправка в закон об органах национальной безопасности находится на рассмотрении в парламенте. Как сообщил источник информационного агентства «Азия Плюс», поправки установят новые порядки и правила применения физической силы, вооружения, спецтехники со стороны сотрудников органов национальной безопасности при возникновении реальной угрозы совершения теракта. Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев полагает, что принятие подобного законопроекта – это дальнейшее и происходящее уже довольно долго формирование режима личной власти клана Рахмона. Причем в данном случае клан – это не обязательно семья президента, но и те люди, которые вписались во властную структуру и заинтересованы в сохранении этого режима, в его усилении, подавлении любых попыток протеста, любого инакомыслия. Это попытка зачистить политическое пространство. В нем должны оставаться только те социальные слои, которые лояльны режиму, который не претендует на лучшую жизнь, на политическое и экономическое развитие, сказал эксперт. Князев считает, что режим сам закладывает под себя бомбу, которая рано или поздно обязательно взорвется. 14 октября 2016 года на очередном заседании ОДКБ страны-участницы организации утвердили единый список террористических организаций. Об этом сообщил постоянный представитель России в ОДКБ Виктор Васильев. В список включены Джабхата Нусра, ИГИЛ и другие признанные судом. Поэтому они будут преследоваться во всех государствах, членах организации, заявил он. О намерении создания подобного списка ранее сообщал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. «Мы предложим совершенно новый проект – создание единого списка террористических организаций, находящихся на территории входящих в ОДКБ стран. Мы отработали механизм», – отметил Бордюжа. Следует отметить, что в этот список, очевидно, включены все исламские организации, партии и движения. Таким образом, притеснения и преследования мусульман на постсоветском пространстве и, в частности, в Центральной Азии могут выйти на новый качественный уровень. Продолжение следует...